вы на канале лекарственные растения всем привет природа субарктической зоны в осеннее время года рисует собственные акварели она завораживает своей красотой яркими янтарно-золотистыми красными и пурпурно-бордовыми цветами искусными узорами вырисовывает картину тундровый ковер из мха брусники клюквы голубейки черники морожки и многими другими северными растениями имеющими лечебные свойства среди них обитает и вороника она же водяника или шикша рот вечно зеленых низкорослых стелющихся кустарников семейства вересковые родина водяники является северное полушарие существует вид вороники красный распространено клумбами по болотам среди реликтового торфянова мха мохово-лишайниковых хвойных лесах и каменистых породах тундры часто образуют сплошной покров в горах растет в суб альпийском и альпийском поясе вороника в высоту редко превышает 30 сантиметров а длина побегов может достигать до 100 сантиметров стебель темно-бурого цвета плотно покрыт листьями веточки большей частью скрыты в маховой подушке покрыты точечными железками белого или янтарного цвета листья очередные мелкие с очень короткими черешками узко эллиптические длиной 3 10 миллиметров края листа загнуты вниз и почти сомкнуты из-за этого листья похожи на хвоинки а само растение на карликовую елочку каждый лист держится на ветви до пяти лет растение однодомная или двудомная цветки пазушные невзрачные с двойным актиноморфным околоцветником с тремя розовыми красными или пурпурными лепестками и тремя чашелистиками одиночные или в группе из двух-трех штук в тычиночных цветках три тычинки опыление происходит с помощью насекомых цветки водяники посещаются бабочками мухами и пчелами плод черная ягода до 5 миллиметров с жесткой кожицы сизоватого налета и твердыми семенами очень сочные созревают в августе сок имеет пурпурный цвет ягоды на побегах остаются до весны траву шикши собирают в период цветения плоды после созревания ягоды не моют а просто высыпают в пластиковые коробочки для пищевых продуктов и ставят в морозилку в течение года их можно использовать для приготовления чая и отвара веточки срезают с помощью острого ножа сушат на полотне под навесом или в помещении с хорошей вентиляцией подобно некоторым другим представителям семейства вересковых водяника не может обходиться без симбиоза с грибами от них она получает некоторые минеральные вещества взамен снабжая их продуктами фотосинтеза растения в обязательном порядке проходит лабораторное исследование чтобы выявить присутствуют ли в их составе какие-либо вредные вещества которые могут причинить вред здоровью человека вороника содержит третерпеновые сапонины флаванаиды дубильные вещества эфирные масла смолы кумарины фенольные кислоты антоцианы витамин c каротин различные микроэлементы в том числе марганец и сахара в химическом составе надземной части растения обнаружены эскулитин и умбилиферон известный как противораковый бактериостатический и гепатопротекторные эффекты благодаря наличию бензоин и кислоты плоды могут долго сохраняться без потери ценности и вкуса ягоды не подвергаются процессом брожения и их можно хранить без дополнительной обработки в герметически укупоренной стеклянной таре в народной медицине используются абсолютно все части этого растения корни ветки плоды листья цветки готовят из них чай отвары настои настойки и мази шикша обладает противовоспалительными ранозаживляющими антисептическими спазмолитическими и иммуномодулирующими свойствами благодаря тому что она растет в холодном климате ей удается максимально накопить биологически активные вещества которые не встречаются в других ягодных культурах высокое содержание витаминов и минералов сделала водянику эффективным средством против цинги из листьев и побегов готовят отвары и настои которые применяются для лечения диареи гастрита и других желудочных заболеваний ягоды и отвар из листьев обладают мочегонным действием кроме этого считается хорошим средством для укрепления волос сок из ягод используют при заболеваниях почек а отвар из корней при глазных болезнях также отвар и водочная настойка из листьев и стеблей вороники применяется для лечения эпилепсии параличей различного происхождения при нарушении обмена веществ и головной боли средства из шикши способны успокоить и расслабить поэтому нередко используют от усталости и бессонницы изучение полезных свойств вороники продолжается по настоящее время богатый химический состав шикши характеризуют ее как ценный компонент перспективных лекарственных препаратов и биологически активных добавок на сегодняшний день известно что водный экстракт из листьев вороники оказывает противосудорожные и антигипоксические эффекты сбор ягод производится не только для лечебных целей они съедобны и используются для приготовления варенья повидло мармелада начинки для пирогов и соусов кроме того их добавляют к рыбе и мясу в виде приправа вечно зеленые кустарники вороники применяют в ландшафтном оформлении выращивается на кислых торфяных или песчаных почвах но в южных регионах она вряд ли приживется даже если соблюдать все условия ухода так как это все же северное растение диссертацию на правах рукописи нейропродуктивная активность и механизмы действия биологически активных соединений водяники черный вы можете почитать самостоятельно зайдя по ссылке в описании под роликом а на сегодня все используйте лекарственные растения с умом берегите себя и свое здоровье а